Продолжение следует... 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 В 41-м году в июле месяце родился, и вот до сих пор здесь. А у нас тут, конечно, это и грибы, и ягоды, ну и порыбачить можно, конечно. Вот, природа хорошая, Канн, озеро. Как-то прикипел я к этой деревне, и все, как-то все здесь близкое, родное. Приглашали, конечно, и в Каннск на работу, и в рыбельную работу приглашали, и в Красный Маяк даже у нас этот хороший этот совхоз, он и сейчас славится Красный Маяк в Каннском районе. Ну и вот, все-таки я здесь остался, так и до самого конца до пенсии доработал. Конечно, если бы не был зачарован, я бы не остался бы здесь, может быть, даже это. А раз уж мне как-то эта деревня удерживала как-то своей природой, своей бытностью, ну всей своей-то, я, в общем, конечно, здесь и остался, здесь и так и до самого конца и доработал. А уж как на пенсию пошел, понятно, уже тут мне самое, самое раздолье. В детстве я начал рисовать, я еще не было даже еще карандашей, не было красок, уже чем попало, и гвоздем чертил по стене, за что попадало даже, по этой, безвездку, извезд чертил. После войны, после войны, ну, представляете, русская печь, чувал этот дымоход. Ну, я в основном еще и не учился, сидел на русской печи, отец приносил плакаты такие. Вот плакат Сталина, Ворошилова, Буденного, такие плакаты и развешивал. А я смотрел и на этом, возьмем чертил, ночевали на этом, на дымоходе. Ну, там, как, я не помню, разве, может, похоже, только по усам можно узнать, какой Сталин, усы у Буденного, там, у Горошилова, дайте ордена начертывал. Отец пришел, нельзя рисовать вождей, забелить, забели, матери сказал, забели. А старший брат Сашка, я с этой стороны Сталина нарисовал, с этой стороны Ворошилова. А Буденного, с той стороны, не видно. Ну, и он и не дал забелеть. И так я остался, этот Буденный, там, долго-долго сидел. Ну, стихи-то я писал, сначала еще, вот, на флоте, когда служил, писал. Ну, Дальний Восток, там другое совсем уже как-то. Ну, там, в основном, я на флоте служил. Море, море, и на берегах там сопки, там природа совсем как-то по-другому, другая совсем. Смотрю я на море, на даль бесконечную, а вижу поля, зеленеют плуга, где поле оставило память мне вечную, где путем обмыта сырая земля. С деревни ушло на войну. Призвались во время войны, с начала войны, в общем, 100 человек за всю войну призвались на фронт. 33 погибло, 33 человека. Ну, остальные вернулись, конечно, там их кто был, и инвалиды, и пораненные всякие. Ну, отец, ну, он был ранен, но он пришел с полным здравием. Помню хорошо, мне уже было 4 года, хорошо помню этот момент. Вдохнуло осенью прохлада, и по ночам мороз скрипчал. Нам поздно вечером с ограды вдруг кто-то постучал. Мать ойкнула, там кто приехал, кому так поздно открывать. И слышал радостно, со смехом, пустите люди ночевать. Узнала голос мать, возрастыла, и, постояв у косяка, метнула сень и открыла встречать отца фронтовика. Отец в шинели и фуражке успел порог перешагнуть. Мы оба с братом Сашкой вмиг с русской печки и на грудь. Потом в домашней обстановке сидели мирно за столом. И пахло жареной картошкой, табачным дымом и вином. А потом свои награды нам на рубашке прицепил. Мне досталось за отвагу, а Сашка орден получил. Сашка орден получил. Я не говорю о всей России, а о деревне, что пока живет, что стало неприметно в перспективе среди гигантских строек и высот. Но верю я, деревня возродится, и край нас бурно расцветет. В избе ребенок нарядится, и наш народ как прежде запоет. Сашка орден получил. Сашка орден получил. Сашка орден получил.